Всем привет! Сегодня я буду рассматривать жилой комплекс Ленина 8 от застройщика Принцип. И в этом видео я разберу двухкомнатную. В этой двушке, в отличие от трешки, прихожая сделана нормально. Она более-менее соразмерна. Всей квартире неплохо. Нормально разместился шкаф и есть место, где переодеться трем человеком. И она, что главное, не проходная. То есть, из прихожей прошли в квартиру и больше не носимся через эту грязь туда-сюда-обратно. Это очень важно, друзья. Пусть она останется где-то с краю. А вот дальше у нас начинаются чудеса. Назови хоть одну причину не отрывать тебе башку прямо сейчас. Как насчет фокуса? Начинаю со спальни. Спальня 14 квадратных метров. Из этой спальни вход в ванную. То, что ванная в спальне, это большой плюс. Это очень удобно. Но почему? Почему вход сразу напротив кровати и сразу напротив входа унитаз? Это что, самая красивая в ванной? Ну поменяйте унитазы с раковинами. Будет уже хорошо. Поставьте раковину напротив входа. Одну, а не две. Потому что для двух раковин расстояние нужно по 80 сантиметров для каждой. То есть метр шестьдесят для двух. А вы что их запихиваете в угол-то? Так никто пользоваться не будет. Это неудобно. Слушайте, ну тут, видимо, какими-то особыми знаниями проектант обладает. Я знаю тайну одиночества. Потому что здесь тоже шкаф одежный напротив кровати прямо расположен. Гардероба нет. 80 квадратных метров не нашли способа, как сделать гардеробную для мастер спальни. Вы что, прикалываетесь что ли? 80 квадратных метров. И вообще нелепость какая-то. Нелепость. Три двери в спальне. Все вокруг кровати. И то есть мы спим вокруг дверей со шкафом вместе. Вот красота. Переделать. Есть гостевой санузел. Он же постирочная. Кстати, хорошо, что есть постирочная. Большой плюс этой квартире. Постирочная. Дальше идем. И еще один санузел. Там душевая, унитаз, раковина. Раковины смешных размеров. Не знаю, для кого вы делаете эти раковины. Ну честно, объясните. Напишите в комментариях проектанты. Или кто имеет дело с проектантами. Вы для кого эти раковины делаете? Или вы ставите ради того, чтобы поставить. И потом рассказываете людям. Так вы выберите же сами. И поставите все, что захотите. Рынок большой. Магазинов много. Выбирайте любую раковину. И ставьте любую. Так вы скажете? Почему нет? Ну почему нет? Ну понятно. Дело в том, уважаемые зрители, которые собираются покупать квартиру. Когда вы пойдете выбирать раковину, вы конечно выберите какую захотите. Но поставить вы ее сюда не сможете. Размеры-то ограничены. И раз здесь нарисована маленькая раковина, то с чего вы взяли, что сюда большая влезет. Поэтому здесь все нужно переделать. Детская комната. 15 метров. Нормально. Это норма. А вот вход с гостевой зоны ненормально. И вообще гостевая зона сама по себе ненормальная. То, что есть кухня с островом, хорошо. То, что от нее стол чуть ли не за километр. Там в другом конце комнаты это плохо. А между ними диван. Что в этом хорошего? В чем логика этой планировки? Объясните мне. При этом есть коридор абсолютно бесполезный. Зачем он нужен? 8 квадратных метров. Я что должен? 800 тысяч вот так выкинуть что ли? Мне зачем этот коридор нужен? Вы скажете, из этого коридора мы попадаем в ванные санузлы. Да, я понимаю, что мы попадаем в ванные санузлы. Потому что из жилых комнат нельзя. А можно только из коридора. Но это же не повод так расточительно относиться к квадратным метрам. Здесь можно переделать планировку. И получится вот так вот. Хотите узнать как? Приходите ко мне. Я вам расскажу. Почему это расположение нелепо? А вы представьте, как вы этим будете пользоваться. И все сразу станет понятно. Вы спросите, как я пришел к таким умозаключениям. Изи. Ну, допустим, кто-то готовит на кухне. В это время кто-то сидит на диване, а другой сидит за столом. То есть, чтобы отнести еду на стол, нужно пройти всю комнату. Достаточно длинное расстояние. Ну, для этого масштаба. С едой. Мимо того, кто сидит на диване. А вдруг тот телевизор смотрит. Мой-то не понравится. Расположение телевизора. Между двух окон. Мне будет все отсвечивать из этих окон. Я сижу напротив окон и должен смотреть телевизор? Нет. Если хороший вид, то телевизор вообще надо убрать. И сидеть, и смотреть в окна. А расположение телевизора таким образом абсолютно нелепое. Вход в детскую комнату через гостевое пространство? Да вы шутите, что ли? А если к вам гости пришли, и вы шумите? Ну, такая немножко пьяная вечеринка. Громко разговариваете. Да ладно, гости. Просто телевизор решили посмотреть громко. Что? Ребенок должен себе затычки в уши воткнуть? Беруши? Чтобы не слышать громких разговоров и громкого телевизора, а я вас уверяю, здесь все будет слышно, нету ни одной двери стопроцентно звукоизолирующей. Буфер должен быть. Гостевая зона, переход и уже вход в детскую или в спальню, понимаете? Вот этот вот дополнительный буфер, он же коридор небольшой, является вот этой звуковой преградой. А здесь напрямую звук попадает в детскую комнату. И что, сейчас ребенок отдыхать не сможет? Или мы с вами, родители, повеселиться не можем и громко телевизор посмотреть? Абсурд, понимаете? Абсурд. Можем ли мы с этой планировкой что-то сделать? Как-то ее изменить? Ну, мы можем убрать детскую комнату и сделать вот это вытянутое пространство единым большим гостевым. Но туда мы лишаемся детской комнаты. Зачем туда покупать эту квартиру? Можем ли мы спальню увеличить, уменьшить? Нет, не можем. Можем ли кухню сместить? Нет, не можем. Можем ли мы прихожую убрать, увеличить? Нет, не можем. Мы ничего не можем. Пацан, успех ушел. Не получилось, не фортануло. Мы можем только ванную комнату немножко увеличить за счет коридора. Но вход по-другому в детскую организовать мы не можем. Ну и где здесь свободная планировка? В чем свобода? Опять сказки. Однокомнатная квартира, 53 квадратных метра, стоимостью 6,5 миллионов рублей. Продолжение следует... Продолжение следует...